Продолжаем говорить про эволюцию денег в человеческом обществе. Я хотел с вами поговорить об еще одной важной стороне денежного обращения, а именно о безналичных расчетах. Начать я хочу с известного примера, который приводится во многих учебниках по макроэкономике, в замечательном учебнике Грегорио Мэнкью, про каменные деньги острова Яб. Перед вами на двух фотографиях эти каменные деньги. Как видите, это какие-то огромные объекты известняковые, там в центре дырочка, чтобы эти каменюги можно было транспортировать. И вот на острове Яб, затерянном где-то в Тихом океане, именно эти объекты используются в качестве средства обращения. За счет своей величины, за счет того, что изготовить эти деньги можно было только из особого камня, этим деньгам не грозила инфляция, их нельзя было произвести слишком много. И вот в каких-то, прежде всего, ритуальных целях эти деньги использовались. Я думаю, что если на этом острове совершалась какая-то сделка, допустим, один человек у другого покупает корову. Покупатель продавцу говорит, я у тебя беру корову, а вот там за углом, третий справа, лежит мой камень, и он отныне твой. То есть, получается, при сделке покупатель не платил непосредственно продавцу деньги, а передавал право продавцу на деньги, которые где-то там в другом месте за углом лежат. Еще любопытнее, что, как я уже говорил, эти каменные артефакты делали из особого вида камня, который на острове Япни встречался. Нужно было этот камень добывать на другом острове, пересекать Тихий океан. Соответственно, не всегда эта операция проходила успешно. Иногда по дороге свежевытесанные камни терялись, тонули в Тихом океане. И тем не менее, иногда эти утонувшие камни все равно выполняли роль денег. То есть, дай мне корову, а вот тот мой камень, который на дне Тихого океана лежит, отныне твой. Опять же, как вы видите, для безналичных расчетов нужна очень высокая степень взаимного доверия. Но, в принципе, сейчас ведь получается нечто подобное. У вас есть вклад в банки, вы положили туда свои деньги, идете в магазин, покупаете целую тележку каких-нибудь продуктов, оплачиваете с помощью карточки вашу покупку, производите безналичный расчет, который, по сути, ничем не отличается от операции двух аборигенов острова Яп. То есть, при безналичных расчетах вы передаете контрагенту право на какие-то ваши активы, которые где-то находятся, где-то в банке лежат. Технически передачу прав можно осуществить разными способами. Можно это сделать устно, как это делали на острове Яп. Можно это удостоверить письменно, дав продавцу какую-то бумажку. И первые такие бумажки, которые появились в человеческой истории, назывались чеками. Другие бумажки используют, допустим, векселя. И вот это были как раз первые бумажные деньги. Кстати говоря, слово «банкнота», как часто называют бумажные деньги, происходит от слов «банк» и «ноут», «записка». Записка, выданная банком, ну или другими словами «банковский вексель». И как работали первые бумажные банкноты? Вы приносили в банк, допустим, мешок золотых монет. Дальше получали от банка какую-то бумажку, банкноту. Шли с этой бумажкой, условно говоря, на рынок покупать корову и говорили продавцу, что у меня в банке лежит мешок золотых денег и то, что он мой, удостоверяет вот эта бумажка. Я тебе даю эту бумажку, мешок денег отныне твой, а ты мне даешь корову. То есть, право на мешок денег передавалось с помощью вот этой бумажки, банкноты. И получается, что первоначально бумажные деньги были обязательно привязаны к чему-то ценному, что в банке лежит. И эта привязка у нас сохранилась даже в виде надписи. Смотрите, советский рубль содержал такую надпись «Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка». То есть, вроде бы, теоретически, передавая из рук в руки вот эту бумажку, вы передавали из рук в руки право на золото драгоценное, металлы и прочие активы, которые лежат где-то в Государственном банке СССР. Ну и понятно, что уже в эти времена вы не могли принести эту бумажку в Госбанк и получить свою долю золота драгоценных камней, эта надпись была уже, наверное, скорее ритуальной, а на современных деньгах она и вовсе исчезла, и современные банкноты у нас уже не имеют привязки к чему-то ценному, что в банке лежит. Соответственно, то, что они являются средством обращения, основано именно на том, что мы доверяем друг другу и доверяем этим бумажкам. И, соответственно, вот вся эта система основана на взаимном доверии, а не на золоте, на драгоценных камнях и прочих активах. Поэтому в настоящий момент банкноты, бумажные деньги уже стали иметь некую самостоятельную ценность, по крайней мере, в головах людей. И у нас эволюция пошла по следующему кругу. Теперь вы можете взять пачку этих бумажных денег, отнести их в банк и получить пластиковую карточку. И с помощью этой пластиковой карточки передавать право на пачку бумажных денег из одних рук в другие, допустим, совершая покупку в магазине. Ну и, кстати говоря, давайте мы с вами проговорим, как у нас осуществляются в настоящий момент безналичные расчеты. Если у нас покупатель и продавец заключают сделку, у покупателя есть какое-то количество банкнот, так скажем, который лежит в банке, и у продавца есть какое-то количество банкнот, который лежит в банке. То при совершении вот такой вот безналичной операции со счета покупателя сотня списывается, на счет продавца эта же сотня добавляется, а общее количество денег, которое в банке лежит, от этого не меняется. Просто меняется хозяин сотни из этих денег. И получается, что не нужно никакого движения, не нужно таскать деньги с собой, просто меняются циферки в банковских компьютерах при совершении вот этого безналичного расчета. Теперь предположим, что у нас продавец и покупатель держат свои деньги в разных банках. То есть пачка банкнот покупателя находится на счету в банке 1, а пачка банкнот продавца находится на счету в банке 2. Соответственно, при совершении такой сделки теперь между собой должны расплатиться два банка. Банк 1 должен сотню заплатить банку 2. Тогда у нас подключается второй уровень банковской системы. На втором уровне во всех банках находится центральный банк. И так же, как юридические и физические лица могут держать средства на счету в коммерческом банке, так коммерческий банк может держать средства на своем счету в ЦБ. То есть банк 1 перечисляет на счет в ЦБ какое-то количество денег. Есть счет у банка 2. И если двум банкам нужно друг с другом расплатиться, то соответственно со счета банка 1 деньги списываются, на счет банка 2 деньги записываются. И опять же, какого-то физического движения денег при этом производить нет необходимости. То есть брать мешок из банка 1 деньги ввести в банк 2. Достаточно просто изменить записи на счетах. Эти счета называются корреспондентскими счетами. Какие еще можно сделать ремарки про эволюцию денег? Обратите внимание, что первоначально банкноты, вот эти банковские бумажные деньги, мог выпускать любой банк. И скажем, в Соединенных Штатах в конце 19 века одновременно на территории Нью-Йорка находилось в обращении сотни разных видов банкнот. Сотни разных видов бумажных денег. Но постепенно вот этот хаос стали приводить в порядок. И в каждой стране право выпускать банкноты сохранил за собой только один банк. Вот этот самый Центральный банк. Главный банк страны. И соответственно вот в современной экономике только Центральный банк имеет право печатать банкноты. Имеет право печатать бумажные деньги. Еще один интересный пример, который я могу привести. В этом примере у нас смешалось все. И безналичные расчеты, и разные виды денег, которые существовали в человеческой истории. Это пример про банковские услуги в Африке. Зачастую во многих африканских странах нет отделений банков, нет банкоматов. И соответственно вот физически непонятно, как можно осуществлять какие-то банковские услуги. Те же самые, допустим, безналичные платежи. И тем не менее, эти платежи в Африке проводятся. Несмотря на отсутствие, казалось бы, необходимой инфраструктуры. Как? Дело в том, что практически у всех в Африке есть мобильные телефоны. На мобильные телефоны можно положить деньги. Но это уже, так скажем, не совсем деньги. Это оплаченные минуты мобильной связи. В некотором смысле это тоже товарные деньги. И вот эти вот airtime, как их называют, оплаченные минуты эфирного времени, можно перекидывать с одного мобильного телефона на другой. И получается, что вот эти вот товарные деньги используются в Африке зачастую как средство обращения. И более того, с помощью airtime можно проводить даже какие-то сложные банковские услуги. Например, безналичные расчеты. Так что вот смотрите, как интересно повторяется история денег с использованием современных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok